Ведущей национальной редакции радио Чукотки Маргарите Беличенко присвоено звание почетный житель округа. Высокую награду сегодня, в день ее 75-летия, вручил губернатор Роман Копин. Имя Маргариты Беличенко без преувеличения знает вся Чукотка. Ее голос звучит в радиоэфире без малого 50 лет. Все эти годы она рассказывает слушателям о самых важных событиях на Чукотке. Вот так Маргарита Беличенко приветствует своих радиослушателей уже без малого 50 лет. Будучи студенткой Анандерского педагогического училища, она выиграла творческий конкурс. Мастерски перевела на чукотский язык аннотацию к фильму «Развод по-итальянски». Знание языка и особая подача текста впечатлили жюри и ее пригласили работать в СМИ. В 1973 году Маргарита Ивановна стала корреспондентом редакции чукотских передач. Затем трудилась в должности редактора, заведующей отделом национального вещания. И по сей день она бессменной ведущей службы радиовещания на чукотском языке. Я даже не представляю, как можно вообще ходить на работу, не любя. Я люблю свою работу. Мне нравится встречаться с людьми. С кем говорить. И я очень горда, что я с такими людьми беседовала, как и знаменитые оленеводы, морозверобои. Вообще люди, каждый уникальный человек. Маргарита Беличенко – автор нескольких тематических передач. Помимо новостей она рассказывает об оленеводстве на чукотке, культуре, традициях предков. О жизни на селе знакомят радиослушателей с выдающимися людьми. Каждая ее передача сделана с особой любовью к родному краю и ее людям. Может быть, кто-то и не видел Маргариту Ивановну в лицо на чукотке, но уже 50 лет ее голос слышен в нашем радиоэфире. И, наверное, столько, сколько она сделала для развития национального вещания, для сохранения традиций, культуры чукотского народа, не сделал просто никто. Спасибо ей огромное. И очень хочется, чтобы еще как минимум 25 лет ее голос звучал в нашем радиоэфире до следующего 100-летнего юбилея. Сегодня Маргарита Ивановна празднует свое 75-летие. На работе вставших уже родными стенах телецентра. И первыми ее поздравляют друзья и коллеги. Самым молодым из них она передает свой огромный опыт, делится жизненной мудростью и подбадривает в трудную минуту. Я очень хочу молодежи пожелать. Живите сегодня, любите сегодня, дерзайте, учитесь, потому что иногда бывает поздно. Сегодня заслуги Маргариты Беличенко были признаны не только коллегами по цеху. Губернатор Роман Копин присвоил ей звание почетного гражданина Чукотского автономного округа. Пользуясь правами губернатора, я хочу объявить о награждении самой высокой наградой Чукотского автономного округа за многолетний добросовестный труд на благо Чукотского автономного округа. Присвоить почетное звание почетный гражданин Чукотского автономного округа. Маргарита Беличенко стала истинной хранительницей чукотского языка и наказов предков. Она верит, что даже сейчас в современном мире чукотский народ сохранит свою уникальность и родная речь будет звучать повсюду. Это то, ради чего она трудится, каждый день выступая в эфире радио Чукотки. Вероника Токмачева, Александр Кузьминов. Вести. Чукотка.